В эфире программа «Актуальное интервью» в студии Ольга Руслова. Здравствуйте! Космос ближе, чем он кажется. Об этом мы поговорим с российским космонавтом-испытателем Сергеем Куть-Сверчковым. 14 октября 2020 года он стартовал с площадки номер 31 космодрома Байконур в качестве бортинженера экипажа космического корабля «Союз МС-17» и бортинженера экипажа Международной космической станции по программе «МКС-63-64» основных космических экспедиций. 17 апреля 2021 года вернулся на Землю. Сергей, здравствуйте! Здравствуйте! Сергей, давайте начнем с такого вопроса. Наверное, его вам все задают. Как стать космонавтом? Я еще посмотрела в Википедии, что вы родились на Байконуре. Это предопределило то, что вы стали космонавтом? Вообще, как это произошло? Вы мечтали об этом? Я думаю, это никак не приопределило, потому что до Байконуре очень много детей рождалось, но космонавтами становились не все. Наверное, я первый, кто родился на Байконуре. Может быть, еще кто-то есть, не помню. Но я не думаю, что это каким-то образом меня направило. А когда я был маленьким, я не мечтал стать космонавтом. Я был обычным ребенком с обычными детскими мечтами, такими героическими. То есть, каждый ребенок, каждый мальчишка, он в душе мечтает стать каким-нибудь суперменом. Я мечтал стать пожарным или военным, каким-то таким особенным, но не космонавтом. А как же так получилось? Желание стать космонавтом, оно пришло сильно позднее, уже в сознательном возрасте. Это, наверное, последние курсы университета и уже начало карьеры как инженера. Вот тогда действительно появилось сильное желание, переросло в стремление уже в попытке стать космонавтом, карьеру сделать как космонавт. Даже не карьеру сделать, а скорее просто полететь в космос. Стать космонавтом непросто. Я думаю, все космонавты подтвердят это. Путь к ракете очень долгий и непростой, но, тем не менее, очень интересный и увлекательный. Сначала надо пройти отбор, соответствовать формальным требованиям по здоровью, по образованию, по возрасту, по психологическим кондициям. Затем пройти вступительные экзамены, пройти первые два года обучения, так называемую, общекосмическую подготовку. Она очень интенсивна и проверяет, скажем так, на способность учиться, подтверждает способности человека, те, которые были запрошены на отборе. И через два года после начала подготовки кандидату космонавта может быть присвоена квалификация космонавта, и он продолжит обучение. После этого, конечно, сразу в ракету попасть невозможно. После этого продолжается обучение, и оно длится до того момента, как кандидата назначают в экипаж, и после этого продолжается подготовка уже в качестве члена экипажа. После того, как подготовка экипажа завершена, экипаж продолжает свою подготовку, но уже в реальном космическом полете, можно так сказать. Вот этот путь от зачисления до космического полета может длиться, ну, скажем так, от 7 лет и больше. То есть я затратил 10 лет на то, чтобы подготовиться от зачисления до полета, подготовиться на профессионального космонавта. Можно же тоже пройти все отборы и вообще не полететь в космос, правильно? Есть такой риск. Можно пройти отборы, можно готовиться, но по тем или иным причинам, к сожалению, не полететь. И этот риск, конечно, ты его принимаешь, когда уже приходишь в профессию. Ты понимаешь, что годы подготовки, годы работы могут, к сожалению, не привести к полету. А вот требования к здоровью, они жестче, чем, допустим, вот я знаю, что вот когда готовят пилотов, то там очень жесткие требования по здоровью. Тут они жестче или они примерно такие же? Они примерно такие же, но есть свои особенности. Где-то жестче, где-то менее жесткие. Но в основном такие же или, может быть, даже жестче. Можно сравнить. Сколько времени вы находились в космосе? Продолжить экспедицию нашей была 185 суток. Полгода работы в космосе, в невесомости. Очень интересная, насыщенная работа. А в чем работа ваша заключалась? Вообще, что делают космонавты, когда они отрываются от Земли и находятся в космосе? Космонавт — это, на мой взгляд, самая многопрофильная профессия, которая есть. Потому что экипаж космической станции — это сразу несколько специалистов, сложенных в одном человеке. Каждый космонавт должен быть пилотом космического корабля. Это необходимо в случае, если надо заменить командира, например. То есть бортинженер готовится, базовая подготовка такая же, как командира, а у командира все те же навыки, которые есть у бортинженера. То есть мы на самом раннем этапе взаимозаменяемые. До зачисления в экипаж. Кроме того, космонавт должен быть и ученым в каком-то роде, потому что мы проводим научные эксперименты. Космическая станция международная — это лаборатория, на которой проводятся эксперименты, которые невозможно провести на поверхности Земли в условиях земного притяжения. Поэтому надо хорошо разбираться в том предмете, которым ты занимаешься в космосе. Мы проводим разные эксперименты, в этих экспериментах надо разбираться. Этому посвящено очень много часов подготовки. Кроме того, космонавт должен быть и инженером, потому что станцию необходимо обслуживать. Необходимо знать, как она работает, из каких элементов она состоит, как ее собрать и разобрать. И, конечно, необходимо иметь базовые навыки медицинские, потому что врачей в космосе тоже нет. И если что-то случается, то диагностику и какую-то помощь медицинскую мы оказываем сами себе. Какие-то знания надо иметь простые. Но навыки по оказанию первой медицинской помощи надо иметь, например, наоборот, очень жесткие и уверенные. Подготовка к космическому полету — это такая многопрофильная подготовка, которая делает, можно сказать, из инженера какого-то рода летчика. Из летчика, инженера насыщает каждого космонавта, который готовится знаниями, напитывает его. И, естественно, все это должно ложиться на благодатную почту, можно сказать. Поэтому при отборе обязательно проверяется способность человека обучаться и вообще разносторонняя развитость, его кругозор. Все космонавты, все мои коллеги, они все очень интересные, разносторонние, развитые личности. А станция международная, вы на каком языке общаетесь? На английском официальный язык английский, на английском мы общаемся. Но многие астронавты, американцы, они знают русский язык, поскольку они, те, кто опытные, они в программе Международной космической станции давно. И по работе они выучили русский язык и общаются с нами на русском периодически. То есть мы общаемся на такой смеси английского-русского, которую мы с вами называем рунглиш. Ну, в основном на английском, чтобы быстрее было. А если можно, какие эксперименты, такие, может быть, кратко, что это за эксперименты, которые проводятся в космосе и для чего они нужны? Экспериментов огромное количество. За нашу экспедицию мы должны были выполнить порядка 50 экспериментов. Приблизительное число я точно не скажу. Это только типов экспериментов. А самих сессий и сеансов экспериментов, конечно, было больше. Каждый день мы проводили эксперименты. Например, это исследование организма человека и влияние невесомости на организм человека. Меняется, появляются новые нейронные связи, меняется структура мышечного окна, изменяются кости, плотность костей изменяется, изменяется каким-то образом состав крови. То есть все врачи все это исследуют благодаря нам, для того, чтобы понять, какие изменения происходят, за какой период времени и как можно противостоять этим изменениям, учитывая то, что мы планируем находиться в космосе дольше и для того, чтобы лететь дальше. Человек, он приспосабливается к невесомости, но не все эти изменения, они влияют благоприятно. Поэтому мы сами берем анализы крови, снимаем кардиограммы, энцефалограммы, для того, чтобы ученые на Земле уже расшифровали эти результаты и придумали что-то, обработали, поняли, как меняется организм, придумали что-то, чтобы уменьшить эти изменения. Такие эксперименты. Потом эксперименты по изучению Земли из космоса. Землю мы можем, конечно, изучать здесь, находясь непосредственно на поверхности, но верхние слои атмосферы, они закрыты от нас, от нашего наблюдения. Наблюдать мы их можем изучать, только запуская атмосферные зонды, либо с самолетов, но можем их дистанционно изучать, пролетая буквально над Землей и изучая атмосферу из космоса. Есть интересные явления, эльфы, джеты, это явления электрического характера, которые происходят в верхней атмосфере, они очень краткосрочные, то есть они длятся доли секунды. И если выражаться, это молнии, бьющие вверх, молнии из атмосферы, из статического электричества, которые посылают заряды вверх в атмосферу, а не вниз, как мы привыкли, а вверх. Для того, чтобы зарегистрировать их и исследовать электрическую природу нашей атмосферы, придумали специальное оборудование, которое мы устанавливали на станции, подключали его. Это такой интересный телескоп, можно сказать, в ультрафиолетовом диапазоне снимал. Скорость съемки 250 тысяч кадров в секунду. То есть это очень быстро. И это позволяет исследовать нашу Землю. Это фундаментальная наука. Есть эксперименты по съемке, например, катастрофических или каких-то негативных явлений на Земле. Это и наводнения, и последствия землетрясений, и последствия ураганов. Мы работаем совместно с МЧС, и когда им необходимо срочно получить какие-то данные, они присылают запрос нам. И мы по мере возможности, если мы находимся над районом, производим съемку этого района, оценку какую-то базовую и направляем сразу все данные в МЧС. Биологические эксперименты мы выращивали водоросли, микроводоросли на станции, чтобы протестировать систему, построенную на биологических принципах, замкнутую систему. Мы добавляем водоросли в углекислый газ, добавляем питательную среду, получаем массу питательную, то есть сами водоросли растут, и они выделяют кислород. То есть, по сути, такая микромодель океана. Ученые в перспективе хотели бы, может быть, создать отдельные модули, работающие по такому принципу, чтобы надежно получать кислород и питательные вещества в космосе для длительных космических полетов. Экспериментов огромное количество, и они совершенствуются, они меняются в каждую экспедицию. Вы выходили в открытый космос? Да. Как там? Там вакуум. Очень ответственная работа. Пожалуй, самое яркое впечатление за экспедицию, потому что не всем космонавтам, а астронавтам достается в течение экспедиции выход в открытый космос. Нам, можно сказать, повезло. Нам поставили задачу выйти в открытый космос и выполнить определенные задачи на внешней поверхности станции. Это необычно. Во-первых, это огромная ответственность и есть определенное волнение, когда выходишь. А с другой стороны, посмотреть на станцию со стороны, снаружи, посмотреть на эту конструкцию огромную, на самом деле огромную, но это необыкновенно. Посмотреть на землю со стороны не через стекло иллюминатора станции, а через стекло гермошлема, где буквально между бесконечностью, между вакуумом, пустотой и тобой только многослойное стекло и все. Это, конечно, личные впечатления очень сильно оставляет. Но большую часть времени мы были заняты работой и сконцентрированы на выполнении задач, которые перед нами стояли. Потому что, опять же, ты не можешь ничего забыть снаружи, ты не можешь сделать неправильно, потому что, вернувшись на станцию, ты не можешь сказать, я что-то забыл, что-то не доделал, мне надо вернуться и доделать. Второго дубля нет. Второго дубля нет, ресурс скафандра ограничен, все задачи расписаны по времени, то есть нет такого, чтобы что-то переделать или что-то исправить. Надо все делать обязательно так, как было предписано и в то время укладываться, в которое предписано. Тут тоже определенные рамки, которые необходимо соблюдать. Ну, не забывая о безопасности, конечно. Вам бывает страшно вообще? Было страшно? Не знаю, вот мне кажется, самый страшный момент, если так можно сказать, это когда просто ракета от земли отрывается или есть более страшные моменты? Мне не было страшно, когда ракета отрывалась от земли, это был ответственный момент, но всего лишь шаг в работе. Страшнее смотреть со стороны. Когда смотрел за своими коллегами, которые стартуют, со стороны на ревущую ракету, на эту мощь смотреть, волнительнее, чем когда ты находишься внутри. Когда ты находишься внутри, ты полностью погружен в работу, ты заряжен и думаешь о том, что ты будешь делать в следующий момент. Не думаешь о том, что вот ты сидишь на, можно сказать, это огромной пороховой бочке, никаких мыслей об этом нет, потому что техника показывает свою надежность, мы ей доверяем. И как доверяем всем тем, тому множеству людей, тысячам специалистов, которые эту технику делают, создают и с которыми мы летаем. Вот ваша должность называется космонавт-испытатель. Что вы испытываете, почему испытатель? Испытываем саму технику, потому что кажется, что корабли и ракеты не изменились с тех пор, как они были созданы впервые. Часто бытует мнение, что мы летаем на тех же самых кораблях, которые были сделаны в 60-х годах, но на самом деле это далеко не так. Не изменился только внешний вид. Действительно, конструктив переделать сложно, какую-то арматуру, железо, но с точки зрения программного обеспечения, управления, расчета, мы шагнули далеко вперед уже. Примером тому может стать наше самое быстрое сближение и стыковка. Мы от контакта подъема, от отрыва ракеты от Земли до касания космической станции провели в корабле всего 3 часа-3 минуты. То есть за 3 часа мы долетели до станции. Казалось бы, ничего что в этом такого, но очень важно гарантированно пристыковаться к станции, а для этого должно быть соблюдено множество условий. Самое главное это баллистические условия, то есть вы должны стартовать ровно секунду в секунду и посчитать траекторию, по которой мы полетим. Раньше на это требовалось двое суток. Сейчас автоматически компьютер все делает. На стыковку двое суток? То есть вы 3 часа летите и двое суток стыкуетесь? Нет, раньше от старта до стыковки проходило двое суток. То есть двое суток необходимо было для того, чтобы с орбиты выведения, с орбиты, на которую попадает корабль после старта, он не сразу к станции летит, он поднимается на 200 километров. И с 200 километров он уже начинает, корабль сближаться со станции. Раньше этот процесс сближения стыковки занимал двое суток, потому что надо было очень точно попасть. Для этого проводились расчеты на земле, моделировались, рассчитывались, и затем эти расчеты отправлялись на борт корабля в течение суток. И на следующие сутки корабль летел к станции. Это вручную проводилось? Нет, это все автоматом. Просто все расчеты и контроль положения корабля проводился на земле при помощи наземных средств. Ракета, которая выводила космический корабль, она выводила его не точно, можно сказать, в точку с заданными параметрами, а просто закидывала в космос. В определенную область, достоверно известную. Но точный координат нельзя было сказать. За последние годы корабль был доработан, это не просто в один момент произошло, это было постепенно. Что теперь корабль сам при помощи датчиков навигации, спутников навигации, сам определяет свое положение, сам рассчитывает траекторию, связывается со станцией. И благодаря этому мы экономим очень много времени. То есть сначала мы шли с двух суток, мы дошли до шести часов, затем мы перешли на три часа и в перспективе вообще за один виток, за полтора часа мы будем готовы летать. Может быть в ближайшее будущее мы увидим эту схему. Все это благодаря тому, что новое программное обеспечение для ракеты было изготовлено. Ракета стала намного точнее, корабль стал более автономным, корабль стал умнее, чем компьютеры на земле. Это незаметно. И всего лишь выражается в цифрах по точности и скорости стыковки. Но тем не менее мы не можем рисковать, мы должны всегда испытывать эти технологии, прежде чем двигаться дальше. То есть это не единичный полет должен быть. Попробовали, получилось. Прежде чем запустить серию, мы, конечно, должны испытывать. Вот эта технология, вот эти все расчеты, новое оборудование, новые циклограммы, алгоритмы, они испытывались сначала на грузовых кораблях, затем, после того, как они показали свою надежность, их перенесли на пилотируемые корабли. И сейчас мы их используем. Каждый корабль, летящий в космос, он имеет что-то новое. В нем доработано программное обеспечение, в нем, может быть, доработано механическое что-то, заменены агрегаты какие-то. Каждый корабль неповторим. И поэтому, с учетом новшества, экипаж, можно сказать, испытывает это изделие для того, чтобы другие экипажи смогли тестировать, смогли использовать эти нововведения уже в штатном режиме. То есть каждый корабль вводит что-то новое. И вот у нас была быстрая схема стыковки, трехчасовая, и также уже обновленный алгоритм спуска с корабля. Мы пытаемся сделать так, чтобы времени мы тратили меньше, и экипаж был задействован меньше, чтобы было меньше ручных операций в очень ответственный момент. Потому что человеческий фактор нельзя исключать, но тем не менее пытаемся автоматизировать все. Это незаметно, но с каждым новым полетом мы тестируем все новые технологии. А как происходит реабилитация, когда вы возвращаетесь на Землю? Это вообще сложный процесс или это очень легко и просто? С точки зрения реабилитации самое главное, чтобы это было плавно. Организм перестраивается, когда попадает невесомость. Он приспосабливается к невесомости, мышцы атрофируются, пытаются атрофироваться. А кости пытаются потерять прочность. Мы стараемся этого избежать, и два часа в день, каждый день мы занимаемся физическими упражнениями. В космосе. В космосе. Для того, чтобы избежать потери массы. Организм очень умный. Он постоянно пытается сделать так, чтобы мы были легче. Поэтому зачем огромная мышечная масса, зачем нам крепкая спина, зачем нам крепкие ноги, если в космосе мы их совсем не используем. Не надо их кормить, не надо их таскать, надо просто от них избавиться. Поэтому первые дни, прямо с первых часов, начинается потеря костной массы, потеря мышц. Мы останавливаем ее как раз при помощи того, что мы эти мышцы нагружаем, заставляем работать. Но все равно этого недостаточно. И когда космонавт возвращается, то, конечно, он в худшей физической форме, чем до полета. Ему трудно стоять. Вестибулярный аппарат, конечно, должен привыкнуть к Земле обратно. Даже в космосе те принципы, на которых он построен здесь, они там не работают. И вот этот вот острый период адаптации, он длится порядка трех недель. Реабилитация проходит всегда под нас, под присмотром, под руководством, я бы даже сказал, врача. То есть у нас врач экипажа назначается. Когда собирается экипаж, назначается сразу врач, приписанный к этому экипажу. Восстановление проходит под руководством врача экипажа и инструктора по физподготовке. У нас есть свои инструктора по физподготовке, которые занимаются нашей подготовкой до полета. И продолжают заниматься восстановлением после полета. Три недели идет активная фаза реабилитации, когда мы привыкаем к гравитации, учимся ходить заново, много плаваем. Организм постепенно восстанавливается. Тут важно его не перегружать. И вот как раз функция специалистов не дать нам, что называется, рвануть вперед резко. Хочется ходить, хочется бегать, активно двигаться. Но это противопоказано, потому что желание есть большое, а организм к этому еще не готов. Поэтому они нас так притормаживают. И через три недели активного, скажем так, активной фазы восстановления первой, мы уезжаем куда-то в санаторий для прохождения второго этапа реабилитации. Уже плавно начинаем увеличивать нагрузку с ходьбы, переходить на бег, добавлять физические упражнения, чтобы плавно вернуться к обычной человеческой жизни. Ну а с точки зрения физиологии, биохимии и всего остального, считается, что организм приходит в свою форму через такой же период времени, который мы проводим на орбите. То есть нам до полного восстановления выделяют полгода. Через полгода после полета считается, что мы вернулись в свою обычную земную форму. А в будущем это никак не сказывается на организме? То есть не бывает каких-то там проблем потом? Зависит от того, как космонавт заботился о своем здоровье в космосе, не пропускал ли он занятия и, конечно, как он восстанавливался. Можно по-всякому относиться к себе, но на своем опыте могу сказать, что я следовал рекомендациям специалистов, следовал накопленному опыту и каких-то негативных последствий не заметил. А раньше, когда космонавты летали в космос, их награждали, давали им Героя Советского Союза. А сейчас как-то правительство награждает космонавтов? Правительство награждает космонавтов, но опять же награда — это решение руководства. Если руководство считает, что космонавты выполняют свою работу достойной, достойной наградой, то награждают. А как ваша семья, ваши родные относятся к тому, что вы выбрали такую профессию? По-разному. Я думаю, гордятся. Я думаю, гордятся, но переживают. Профессия непростая, профессия, можно сказать, рискованная, опасная. И есть определенные особенности. Меня часто не бывает дома. Так что есть свои плюсы и минусы. Понимающие относятся и поддерживают. Нам в кино очень часто показывают фантастику. И там показывают космические корабли и работу в космосе. Насколько это соответствует действительности? Насколько это правда? На то это фантастика. Фантастические фильмы должны быть. В конце концов, мы все росли на книгах фантастических. И многое из того, что было написано когда-то как фантастика, стало сейчас реальностью. Какие-то фильмы похожи на то, что есть на самом деле. Какие-то фильмы уже совсем утопичные. Из-за того, что там даже физические законы нарушаются. Физические принципы. Тем не менее, те и другие имеют право на жизнь. Имеют и настолкать к тому, чтобы могли повыдумывать, пофантазировать. Всякие фильмы должны быть. На Земле часто бывают такие сообщения, что люди видят НЛО. Вы там ничего не видели? Нет. Ничего неопознанного. К счастью или, к сожалению, для тех, кто интересуется, я не видел. У вас есть какое-то земное хобби? Чем вы занимаетесь в свободное время? Это очень сложный вопрос, потому что свободного времени очень мало даже на Земле. Я люблю путешествовать. Совершенно разные виды путешествий я люблю. Это как и поездки с семьей куда-то, даже в пределы своего региона. Так и какие-то культурные поездки в другие города. Так и активный туризм. Это горы, дайвинг, спелеология. То есть что-то, что помогает вырваться из привычной обстановки. Что-то, что напоминает о настоящих исследованиях, когда ты попадаешь в совершенно далекий от цивилизации мир. И своими действиями, своими глазами исследуешь его. Это, наверное, самое интересное. Когда есть возможность. Ну и стараюсь фотографировать, документировать все это. У меня коллеги, перед тем, как я пошла на интервью с вами, они мне попросили, чтобы я задала вопрос по поводу формы Земли. Несколько человек обращались и сказали, что очень этот популярный вопрос. Я, на самом деле, сама не видела этого вопроса и рассуждения по этому поводу. Какой формы Земля? Вот какой формы Земля из космоса? Земля — это шар, если коротко. Если с точки зрения науки, шар, но не идеальный. Но шар голубой, бело-голубой. Конечно, очень печально, что сейчас распространяются сказки о плоской Земле. Но от этого формы Земли никак не меняется. Она круглая. Расскажите, пожалуйста, о книге. Вот вы пришли вместе с книгой. Что это за книга? Почему она была издана? Книжка, замечательная книжка детская. Называется она «Путь к звездам». Она была издана при помощи некоммерческой организации «Друзья Заполярье». Замечательная идея. Подумали, что очень мало у нас в России книг, которые рассказывают о космонавтах. Причем рассказывают о художественной форме. Не просто биографические какие-то статьи с фотографиями, а именно рассказы добрые о космонавтах, о их работе, о их жизни. Рассказы для детей, для совсем маленьких детей. Это классная идея. И мне она понравилась, я ее поддержал. Интересно, что такая книжка появилась именно здесь, на Риан-Маре. И она стала популярной. Поэтому я с удовольствием поддерживаю этот проект. И готовится уже продолжение этих книг. Вот эта книга о космонавтах будет еще два тома, можно сказать, о других интересных людях. Я думаю, пока буду держать секреты. Но вскоре увидим. Поэтому очень классная книга, очень интересная и очень полезная. Для самых маленьких. Сергей, и последний вопрос в конце программы. Вы не первый раз на Риан-Маре, вы во второй, это ваш второй визит. Вообще, какие впечатления от Риан-Мара? Я уже говорил, и могу с удовольствием повторить еще. Несмотря на то, что город и жители живут за полярным кругом, прием здесь всегда очень теплый, очень радушный. И всегда приятно сюда приезжать. Здесь очень здорово принимают. Спасибо. Программа наша к концу подходит. Будете в Нарин-Маре, приходите к нам еще. Обязательно. Спасибо вам. Я прощаюсь с вами. Напоминаю, гостем нашей студии стал российский космонавт-испытатель Сергей Куть-Сверчков. До свидания, до встречи в эфире. До вечer. До встречи в рясяков. До встречи в субтитрах.